В прямом эфире на телеканале Казларда Новости. Здравствуйте! В студии с вами я, Кристина Алмаз, Казасурда, перевод Айт Коль Садыковой. В многопрофильной больнице Байконыра открылось отделение клиника лабораторного исследования. В открытии нового отделения приняла участие первый заместитель председателя областного филиала партии Нур-Отан Акмарал Альназарова. Это хорошая новость для 80-тысячного населения Байконыра. Ранее для полного обследования нужно было ехать в районный или областной центр или обращаться в российскую клинику. Для нового отделения приобретен автоматизированный биохимический аппарат. В день он способен переработать до 40 анализов. Результаты выдает в течение часа. И люди довольны. Очень даже довольны. Вот именно врачи общей практики, правильно, придешь в кабинет, там тебя и то, и то, и то посмотрят. И неврология, и все, и куда надо направить. И анализы тут же, лаборатория. Вот. Желать лучшего нечего. Акмарал Альназарова знакомился и с работами по подведению газа в новые многоэтажные жилые дома. Отметим, на сегодня город Байконыр полностью подключен к голубому топливу. Жители звездного городка не нарадуются. Казахстанский газ дешевле более чем в 40 раз. На сегодняшний день 100% весь жилой фонд города газифицирован. Все наши социальные объекты Казахстана тоже все газифицированы. То есть, хочется отметить, до этого тариф на жиженный газ за кубометр составлял 850 тенге около. А сейчас, на сегодняшний день, тариф составляет единый по Казахстанской области и 21 тенге за кубический метр. Ну, это очень радует население. К этому газу подключаются также все социальные объекты, независимо от юридической принадлежности, также малого и среднего бизнеса. Ведутся переговоры с нашими партнерами российской стороны о газификации теплоэлектрической станции. А в новые дома селятся в первую очередь многодетные, неполные семьи, инвалиды. 15 квартир будут переданы врачам. Галмжан Жамназар и Элеман Жаматов, Нуржан Мазарабшин, Досхансат Пай, телеканал Казаларда. С этого месяца подорожал хлеб. Но ситуация на контроле. Наша область вместе с СКО и Таразом в тройке регионов с самыми низкими ценами на хлеб, сообщили на брифинге представители управления сельского хозяйства. На сегодня такая ситуация складывается во всех регионах страны. Хлеб подорожал на 5-10 тенге. Среди причин называют повышение цен на зерно и муку, увеличение экспорта, низкая урожайность. По данным управления принимаются все меры для недопущения нового роста цен, в том числе снабжению пекарен, удешевленной мукой. И в этом плане важную роль играет региональный стабилизационный фонд. С начала года закуплено 2700 тонн муки. В результате область сохраняет одну из самых низких цен на хлеб. На брифинге вице-министр сельского хозяйства сообщил, что снижение уровня на 15% из-за засухи и увеличения доли экспорта оказывает влияние на повышение цен на хлебобулочные изделия. На сегодня в стабилизационном фонде 10 тонн муки первого сорта. 12 сентября на заседании комиссии принято решение закупить 1000 тонн муки первого сорта у аральского мукомольного комбината. Среди молодежи заметно вырос престиж службы в армии. Уклонистов нет, но здоровье молодых людей оставляет желать лучшего. Оттого и жесткий отбор. Об этом сказали на брифинге представители департамента по делам обороны. Весенний план по призыву выполнен на 100%. Свыше 800 казлардинцев отправили служить вооруженные силы, пограничную службу КНБ, службу государственной охраны и национальную гвардию. Большое внимание уделяется подготовке ребят к службе в армии. Во всех учебных заведениях созданы военно-патриотические клубы ЖАС-Сарбаз. Сейчас проходит осенний призыв. Уклонистов нет, но военнослужащих тревожит состояние здоровья молодых казлардинцев. Мы не поваленно всех там начинаем призывать. Мы вот с 10 июля их начали изучать, понимаете? Изучаем по личным делам, по моральным деловым качествам. Изучаем мы их по образовательному. Когда они 17 лет прошли приписку, мы вот смотрим их годность. И выбираем их, отбираем заранее представителей воинских частей, пограничной службы, других национальных гвардий, вооруженных сил. И мы этих вызываем. Если из этих людей, которые мы отобрали, изучили, будут уклоняться, вот тогда мы их считаем уклонистами. А так мы всех подряд не вызываем. То есть определенное количество, если, к примеру, у нас призыв подлежит, 800 человек, около 800, то есть мы 20% резервом изучаем личный состав. Состояние здоровья, конечно, желает быть лучше. Обращаем не на количество, обращаем внимание на качество. Продолжаем выпуск. Болезнь Хансена или лепра. Эту загадочную болезнь люди изучают веками, однако до сих пор не могут понять, что вызывает ее и как можно остановить. Сегодня в мире более 20 миллионов человек, пораженных лепрой. Единственный в Казахстане лепрозорий в нашей области. В этом году лечебное учреждение отмечает свое 90-летие. В медучреждении побывала наша съемочная группа. Проказа, как правило, чаще распространена в прибрежных районах, хотя естественная среда обитания возбудителя до сих пор не выявлена. Распространение лепры по миру шло параллельно с открытием континентов и миграции населения. К нам этот недуг пришел также извне. В конце 20-х, когда Казларда была столицей, здесь был открыт единственный по сей день лепрозорий в нашей стране. В 1926 году в Совнаркоме было доложено, что в некоторых районах Казахстана обстановка по лепре ухудшается. Необходимо открыть там лепрозорий, чтобы не допустить дальнейшее распространение этой болезни. Поэтому было принято решение открыть лепрозорий в Казларде. В это время же открылся лепрозорий во многих союзных республиках, и Душанбе, возле Душанбе, возле Самарканда. Общество к больным проказой всегда относилось с опаской. Их изгоняли из селения, ссылали на необитаемые острова, сжигали или закапывали в землю живьем. Самые милосердные власти разрешали несчастным побираться с прикрепленными к мешкам на головах колокольчиками, чтобы встречные слышали их издалека. Позже их изолировали в закрытых учреждениях. Лишь в 50-е годы прошлого столетия с приходом сульфоновых препаратов изоляция была отменена. Это был самый эффективный препарат при лечении лепрой. Исчезали уже микобактерии, резко начало снижаться заболеваемость лепрой после этого лечения. Когда начинаешь больных изолировать, они, наоборот, избегают. Они начинают прятаться, и они больше распространяются, начинают болезнь. А когда это сняли, начали нормально общаться, они могли уже после, как курс лечения проходит, они могли возвращаться домой. В это время уже пошел положительный сдвиг к лечению лепрой. Изувеченные лица, разъеденные болезнью конечности, можно сказать, остались в прошлом. При своевременном выявлении заболевания, по словам врачей, можно добиться даже полного излечения. Но мало кого из больных лепрой можно встретить в общественных местах или общих лечебно-профилактических учреждениях. И виной тому является не запрет, а скорее лепрофобия. Причем фобия встречается даже среди медиков. Поэтому лечить ОРВИ, зубную боль или другие недомогания, страдающие этим недугом в вынужденных стенах лепрозурия. Нет ни единого случая заражения сотрудника. Это говорит о том, что здесь заразиться не так просто с этой болезнью. Например, любой болезнью, чтобы изучать какую-то болезнь, его сначала выращивают на искусственных средах, это микобактерия. А у нас на искусственных средах, до сих пор, которые пользуются в медицине, эти микобактерии не растут абсолютно. Единственная микобактерия, которая не растет в никаких искусственных средах. Поэтому он остается до сих пор очень загадочным. Задача единственного в стране лепрозория – профилактика заболевания и лечения последствий лепры, предупреждение рецидивов. Медучреждение на 25 гектарах оснащено необходимым оборудованием и медикаментами. Для врачей и пациентов созданы все условия. Большую часть жизни пациенты лепрозория проводят здесь. Вместе создают уют. На территории учреждения не соримки. Все утопают в зелени и цветах. Это дело рук Жахслы Кага и его супруги. Во дворе своего домика они даже разбили целый плодовый сад. Сажают огород. В 43-м году родился в Казалинском районе. В 8-м классе у меня выявили заболевание, я приехал в лепрозории. Я был совсем мальчишка, тогда здесь было очень много других пациентов. После курса лечения меня выписали, я вернулся домой. Поступил в техникум, отучился на зоотехнику, работал. Однако в 2002 году я снова вернулся в лепрозории. С тех пор все время здесь. Чувствую себя хорошо, не могу без дела сидеть. Поэтому свободу от лечения время я сажаю деревья, выращиваю цветы. Вот уже 3-4 года получаю плоды со своего сада. По словам врачей лепрозория, умирают чаще всего пациенты не от лепры, а от тех же болезней, что и обычные люди. Удивительно, но факт, пролеченные больные живут дольше, чем обычные граждане страны. Средняя продолжительность их жизни составляет 75 лет. Сегодня в Казахстане 381 человек с диагнозом болезнь Хансена. Последний случай был выявлен 2 года назад. Причины заболевания по-прежнему неизвестны. Алина Порожан, Ахан Алиев, Досхан Садпай, телеканал Казларда. 6 октября на стадионе Астана-Арена в столице состоится финал Кубка Республики Казахстан. Престижные трофеи спаривают футбольные клубы Кайсар и Атырау. Накануне глава региона встретился с игроками Казлардинского футбольного клуба и пожелал удачи в предстоящем матче. Предстоящий матч, ответственный для Кайсара. В 1999 году команда завоевала Кубок страны. Спустя 20 лет вновь выпала такая возможность. Глава региона пожелал приложить все усилия и привести Кубок в Казларду. Вся Казларда ждет от вас победы. Надо будет играть так, что как будто это у вас последняя игра. Только на победу, только на победу. Степные волки поблагодарили за поддержку и заверили, что к решающей игре готовы. По словам капитана, команда в отличной форме. По традиции главе региона была вручена футболка игрока команды. Главный тренер команды Стойчо Младенов также уверен в Кайсаровцах. Главное, чтобы не было травм. Алина Параджан, Адельбек Жаханов, Шенгас Абаев, Туриханко Жахметов. Телеканал Казларда. К сведению желающих поддержать нашу команду, футбольный клуб Кайсара организует выезд болельщиков в город Нур-Султан. Отъезд в субботу, 5 октября, в 9.00 часов по местному времени. Сбор в 8 утра на центральном стадионе возле памятника Ганим Радбаеву. На выезд допускаются лица не младше 18 лет. Болельщикам необходимо иметь при себе футболку красного цвета. Выезд обратно сразу после окончания матча. Места ограничены. Для регистрации болельщиков просят обратиться по телефону плюс семь семьсот семьдесят шесть двести восемьдесят четыре девяносто восемь шестьдесят девять. Сегодня в Казларде стартовал открытый областной чемпионат по художественной гимнастике. В нем принимают участие 300 гимнасток 2004-2013 годов рождения из разных регионов страны. В программе индивидуальные, групповые и эстетические упражнения. И это было последнее сообщение выпуска нашей новости. Вы можете посмотреть через портал kastrk.kz на сайте телеканала «Казлардам». Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Арайском районе днем плюс девятнадцать, ночью плюс четыре. В Казалинском районе днем плюс двадцать, ночью плюс четыре. В Байконеле днем плюс двадцать один, ночью плюс пять. В Карамакшинском районе днем плюс двадцать один, ночью плюс пять. В Жалагарском районе днем плюс двадцать два, ночью плюс шесть. В Сердоринском районе днем плюс двадцать три, ночью плюс семь. В Чилийском районе днем плюс 24, ночью плюс 9. В Жанокурганском районе днем плюс 25, ночью плюс 10. В Казарде днем плюс 24, ночью плюс 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова